Всем огромный привет! Я безумно счастлива видеть вас на своем канале. Для тех, кто первый раз мой никнейм Ванила Мария пишется с тремя буквами L и без пробела. Сегодня на моем канале видео-анбоксинг. Будем с вами вместе в первый раз распаковывать посылку. Посылка у меня из магазина натуральной косметики Фрати Шоп. Если вам интересно, что перед самым днем рождения пришло мне из магазина Фрати Шоп, что находится в этой посылке, какие у меня первые впечатления о продуктах, то оставайтесь со мной и желаю вам приятного просмотра. Я немного поменяла ракурс, чтобы вам было лучше видно, как я распаковываю посылку, достаю, все показываю. Также я разрезала уже вверх коробки, потому что если бы вы видели этот ужас, как я распаковывала коробки, к сожалению, то статус навсегда заслуженной криворученки всей Яруси мне был просто гарантирован. Что у меня тут попадается в руки, это моя накладная, мой заказ весь, все пять позиций, в общем, бумажки, документы. Также сразу хочется отметить, что здесь все очень хорошо упаковано, очень много вот этого вот материала противоударного, чтобы мой заказ точно не повредился. Все это мы отсюда достаем. Будем сейчас методично доставать по одной вещи. Все, кстати говоря, так прям серьезно-серьезно упаковано в пленку. Сейчас буду снимать каждую пленку по отдельности и все показывать вам. Первое, что я все-таки вытащила, освободила от защитных всех пленок, это был шампунь из серии Ванила Джинджер. Кстати говоря, все продукты из того, что я вам сегодня покажу, из посылки у меня из одной коллекции. Ванильной, сама в общем коллекция Frati Shop называется Hamam Organic Oils. Это персидский бессульфатный шампунь питания и рост с ванилью и имбирем, органической розовой водой и маслом сезама. Что мне нравится, что продукт натуральный, без сульфатов, без парабенов, без минеральных масел. Также дизайн очень красивый. Здесь большой объем, 320 мл. Сейчас посмотрим. Честно говоря, очень отдаленно пахнет ванилью. По мне, так больше пахнет именно розой. Пахнет розой и специями. Внутри бутылочки шампунь очень, кстати говоря, густой. Также стоит отметить, что сам пластик темный, то есть продукт внутри не будет подпригаться воздействию света. Следующее, что мне здесь попадается, я, честно говоря, даже не понимаю, что это, поэтому сейчас будем с вами смотреть. Страшный Человек, орудие ножницами, персидское натуральное мыло, ваниль и апельсин, органические масла сезама и фисташки. Здесь уже серия сама называется Ванила Дезерт. Также нет сульфатов, парабенов и продуктов нефтепереработки. Так, мне кажется, надо было с работы стащить крокодил, степлер, чтобы здесь вот скрепки снимать. Ну, будем обходиться подручными материалами. Завтра прихожу на работу такая, без рук, без всего. Слушай, Маша, что ты делала? Посылку от фратишопс распаковывала. Да, все. Это заявка на успех. На самом деле, очень приятно, когда натуральные продукты в таких крафтовых упаковочках. Так, внутри также упаковано мыло в такую пленочку. Ну, запах пробивается через пленку даже, в общем-то. Ну, сейчас снимем. Он также не ванильный. Честно говоря, я ожидала от всей этой линейки, что будет ванильный запах у всех продуктов явный. Такой. Но, честно говоря, мне больше отдает именно чем-то розовым. Розовый запах. Запах розового масла. Да. Запах розового масла. Именно, знаете, это крымская роза так пахнет. И также отдает специи. Кстати говоря, что касается состава, здесь добавлено очень много натуральных масел. И органические масла сезам и фисташки питают, увлажняют кожу. Как заявляет производитель, масло апельсина тонизирует, улучшает настроение. Ваниль снимает тревогу. И также органическая розовая вода помогает избавиться от усталости и раздражения. Несмотря на то, что как основной ингредиент здесь роза не заявлена, но все-таки по запаху это чувствуется. В составе она едет. Следующий продукт, который попадается мне в коробке, это персидское натуральное мягкое мыло. Содержит ваниль и мед, органическую розовую воду и масло сезама. Также содержит сульфатов, парабенов и продуктов нефтепереработки. Здесь достаточно большая упаковка. Здесь у нас 220 грамм. Также хочется отметить, что из очень плотного пластика сделана эта упаковка. Здесь нет фольги, к сожалению, но сразу чувствую запах этот насыщенный. Очень-очень приятный. Также сам продукт по консистенции очень-очень плотный. То есть он не жидкий, а он именно как такой густой-густой гель. Сейчас больше ничего вам рассказать не могу, на себя намазать не могу. Буду с удовольствием пользоваться. Также пахнет очень сильно розой. Следующая большая баночка, которая мне попадается в руки, это персидское масло для волос, питания и рост. Содержит имбирь и ваниль, органические масла сезама и фисташки. Также натуральный состав, содержит очень много органических масел. Помимо этого большой объем, здесь 250 мл. Упаковочка чуть-чуть поменьше предыдущей. Маска, в отличие от мыла предыдущего, она имеет такой достаточно светлый оттенок и она достаточно жидкая. По аромату она также пахнет розой. Я уже, наверное, не удивлю никого. На самом деле, действительно, запах очень вкусный и очень натуральный розы. Поэтому, фанаты запаха розы, вам сюда, именно за этой косметикой, потому что пахнет просто вот бомбически приятно. Розой со специями. Вот в ваниле такой вот четко выраженной нотки я, к сожалению, не чувствую. Хотя я гонялась именно за ней. Так, что касается именно этой маски, она препятствует выпадению волос, стимулирует их рост. То, что надо как раз-таки на вот этот вот переходный осенний-зимний период. Тракт ванили нормализует уровень увлажнения, делает волосы более гладкими. Масло сезама питает, защищает, придает мягкости, блеск и предохраняет от пересушивания волосы. Масло фисташки укрепляет корни, препятствует выпадению волос. Наносить нужно на 1-3 минуты, очень экономит время. И для лучшего эффекта используется сочетание с шампунем ванила джинджер, который я показывала вам ранее. В общем, буду пробовать. Я надеюсь, на самом деле, что маска мне безумно понравится, потому что она очень приятная, очень приятно пахнет. Будем пробовать. И последнее на сегодня, что я достаю из своей огромной-огромной посылки, это скраб, персидский сахарный скраб с ванилью, тростниковым сахаром, органическими маслами, фисташки и ши. И огромная-огромная банка скраба, 300 грамм. Я, на самом деле, больше всего ждала как раз-таки скраб, потому что, как я вам говорила, я фанат скрабов, фанат очень жестких сахарных солевых скрабов. Поэтому вот за этой баночкой я прямо, я ждала его с самого начала распаковки. И здесь действительно очень такой, скорее всего, жесткий, как я люблю, такой насыщенный скраб. Очень много скрабирующих частичек. Он очень сухой в баночке. И запах очень похож на все предыдущие. То есть, по сути, отдушка одна и та же у всех продуктов этой линейки. И, кстати говоря, почему я этого раньше не заметила, стоит отметить, что данная продукция, здесь есть значок, она не тестируется на животных. Поэтому, девчонки, для кого это важно? Для меня это пункт, который добавляет косметики привлекательности. И я уже говорила, что для меня это является, не скажу, что ключевым фактором при выборе косметики, но очень приятным бонусом, если я знаю, что никто не пострадал при производстве данной косметики. Поэтому очень советую вам. Натуральная косметика не содержит никаких вредных ингредиентов, как парабены, как продукты нефтепереработки. И более того, она не тестируется на животных. Итак, моя коробочка от Frati Shop пустая. Я показала вам все содержимое своей посылки. Ставьте пальчики вверх, если вам нравится видео распаковка косметики, различных посылок. И вы хотите на моем канале видеть больше видео с распаковкой. Также обязательно ответьте мне в комментариях, как вы относитесь к натуральной косметике. Важно ли вам, чтобы состав был из натуральных органических ингредиентов, чтобы косметика не тестировалась на животных. Также напишите мне, пожалуйста, встречали ли вы Frati Shop, заказывали ли вы их косметику. И все, всех вас люблю, целую. До скорой встречи в следующих видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok